Доброго дня и ночи, дорогой слушатель! Во время исследования влияния звуковых вибраций на человека для моих видео Nature интерьерных инсталляций мне попались научные данные о феномене резонанса Шумана. Резонанс Шумана – это образование стоячих электромагнитных волн между поверхностью Земли и ее ионосферой. Это так называемый пульс планеты. Частота основного резонанса Шумана составляет около 7,83 Гц. Случайно или нет, но основная частота человеческого мозга – альфа-ритм – также колеблется в этом диапазоне. Альфа-ритм – это состояние мозга в режиме спокойного бодрствования. Это осознанность, не сопровождающаяся напряжением. На этой частоте вибрирует большинство людей. Общепринято, что более низкие частоты интерпретируются как активирующие в людях поведение, спровоцированное животными инстинктами. А если частота увеличивается, то она активирует потребность и способность к духовному росту, к сбалансированному, гармоничному состоянию. Основным естественным источником пиков возбуждения резонанса Шумана, которые вы видите на изображении, считаются вспышки молнии. Что интересно, неважно, где на Земле происходят молнии, и ионосфера распределяет частоты в форме равномерных сигналов вокруг всей планеты. Также эти пики резонанса Шумана могут быть вызваны вспышками солнечной активности, когда электромагнитные волны Солнца достигают нашу ионосферу. Изменение климата увеличивает количество грозы молний на планете. Также есть свидетельство повышенной солнечной активности. Эти два фактора в совокупности могут быть причиной повышения пиков резонанса Шумана. Самое интересное, что амплитуда 7,83 не меняется. Что меняется, то это количество поясов. До недавнего времени было максимум 4 пояса. Пятый был настолько слаб, что его даже не принимали во внимание. На сегодняшний день во время пиков над основной частотой в 7,83 Гц уже четко видно 5 поясов и даже больше. Поскольку человеческий мозг работает на электромагнитных волнах, мы являемся трансмиттерами и носителями электромагнитной энергии, которая пульсирует в форме мыслей и ощущений. И поскольку мы живем в симбиозе с планетой, мы полностью синхронизированы с ней. В основе этого лежит принцип синхронизации электромагнитных полей Земли и любого живого организма. Вот как это работает. Итак, наши мысли влияют на частоты ионосферы. И это работает в обоих направлениях. Частоты ионосферы влияют на нас, а мы влияем на частоты ионосферы. Если мысль является сигналом, неважно, где эта мысль возникла, она распространится на всю ионосферу. Известный эффект бабочки. Если мы принимаем, что количество поясов резонанса Шумана растут, то каким образом это сказывается на людях? Не является ли это причиной того, что все больше людей обращаются к развитию духовного сознания? Не ведет ли это к тем социальным изменениям, которые начали происходить во всем мире? Если это так, то важность наших мыслей достигает беспрецедентного значения. Сегодня, как никогда, важна каждая мысль. Поэтому всем нам следует осознавать важность материализации наших мыслей и быть очень осторожными с нашими мыслями и желаниями. В заключении, глобальные изменения происходят и поддерживаются на физическом уровне. Многие из нас чувствуют, что новые пояса резонанса Шумана открывают нам новые поля информации, которая будет доступна исключительно через настройку на высокие вибрации. Это открывает нам перспективы новых знаний, новых идей, может быть даже нового мира. Эти знания диктуются нам самой Землей. И все, что нам нужно сделать, это настроиться на эти вибрации. Слушайте, принимайте и получайте. Чтобы идти в ногу с изменениями, настройтесь на чистоту Матери и Земли. Она – это все, что у нас есть. Наш единственный дом и спаситель. А вернее, спасительница. Я благодарю каждого из вас. Продолжение следует...